Несколько вопросов, братья. Ну, есть такое место в книге Исход, тогда, когда Израиль согрешил и сделал себе идола, там Господь в ответ, когда Моисей ходатайствовал о согрешении, чтобы его Господь помил, он сказал так. Итак, иди, веди народ, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобою в день посещения моего, я посещу их за грех их. То есть, он сразу не наказал, а обещал, в день посещения я посещу их за грех их. Ну, а в других местах сказано, что не наказан, не оставлю. То есть, братья, я так думаю, что он сказал, что дом остается пуст, но все-таки милость Божия была и над Иерусалимом, и над этим местом, где собирались ежедневно ученики, помните, ежедневно пребывали в храме. Затем сказано, что они ежедневно пребывали в притворе Соломона, вот чуть-чуть дальше. А потом уже мы читаем, что когда апостол Петра Господь освободил из темницы, ангел, то он нашел верующих, молящихся в доме. Поэтому я так думаю, что все-таки, хотя он сказал, но еще приговор не пришел во исполнение. Это было уже в 70-м году, когда был разрушен храм, разрушен и Иерусалим. Второй вопрос. Есть ли разница между грехом и согрешением? Ну, место из Писания, которое достаточно ясно об этом говорит, из этого можно сделать вывод. Третья глава, 1-го послания Иоанна, 6-й и 8-й стих. «Всякий, пребывающий в нем, то есть в Боге, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его, не познал его». 8-й стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Поэтому между грехом и согрешением, очевидно, нет никакой разницы. Это наказуемо перед Богом. «Христос сказал, верующие в меня дела, которые я творю, и он сотворит, и больших стих сотворит». Какие дела имел в виду Христос, кроме дела благовестия? Ну, это записано в Евангелии Атеана, 14-й глава, 12-й стих. Братья, тут вопрос в чем. Прямо можно и видеть, согласно других мест, что это те знамения, чудеса, которые творили ученики, апостолы творили. Кстати, апостол Павел во 2-м послании к Коринфянам, 12-й глава, 12-й стих, он говорит, что признаки апостола, они обнаружились, они были явлены в терпении, в знамении, в чудесах. Правда, нужно говорить, что всегда ли это будет, всегда ли это было. Так вот, в изучении этого вопроса мы находим 4 таких периода, в которые Бог являл чудеса и знамения. Это обычно, когда Он какой-то утверждал новое в народе израильском, или же во время Нового Завета. Это тогда, когда Моисей выводил народ израильский путем и через вот эти знамения, чудеса. Потом, когда при организации пророческих школ, это Самуил, пророки, Ильяс, Елисей. Когда Христос пришел на землю, Он тоже путем вот этим пользовался, этими чудесами, знамениями. И как раз вот апостольское служение. В последнее время, наоборот, сказано, такими же точно словами будут чудеса и знамения, даже великие знамения. Но это уже будет с преисподней, это будет уже от дьявола. Поэтому как раз в последнее время не сказано, что будут такие. Евангелие сейчас, все понимают, это истина Божия. При засвидетельствии от Духа Святого, знамений, чудес, оно было утверждено. Поэтому ждать их и как-то надеяться, что они будут, не стоит. Совершенные во Христе, вере, любви, терпение, радости и так далее. Где приобретается совершенство на земле, приобретается совершенство, видимо так, совершенство на земле и на небесах. В Евреям 10 глава 14 сказано, что одним приношением Он сделал совершенными, кого освящаемых. То есть процесс здесь очевиден. И в первом послании Иоанна как раз об этом говорится, что вот мы, имея эту надежду, сегодня вспоминали это место, имея эту надежду, очищаем себя. И вот тогда, когда мы придем, явимся при лицах Господня, тогда произойдет это совершенное, совершенное преображение наше освящение. Ну, а пока мы на земле, вот 5 глава 48 стиха, там сказано, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Мне приходилось слышать такую мысль. Конечно, на земле мы не достигнем этого совершенства, так как вот наш Господь, надеемся на небесах, но мы можем достигнуть одного совершенства, а именно быть искренними, чтобы не было в сердце нашем никакого лукавства. Вот это совершенство надо достигать, братья. Ну и еще, дорогие братья, в Откровении 9 глава 1 стих, поясните, пожалуйста, о бездне поподробнее. Ну, бездна, значит, наверное, бездна, если так уже прямо говорить, оттимологическое значение этого слова. Ну, а потом, ну так вот, видимо, открывается вот через эти места, 2 Петра 2, 4, узы адского мрака, Иуда 6 стих, вечные узы, в которых содержатся вот эти падшие ангелы. Ну, и в Откровении 20 главе 2, 3 стих говорится о том, что дьявол будет скован и в этой бездне будет находиться до времени, тысяча лет. Вот, ну, а что это такое, как его понять, я думаю, что, да не дай Бог, там и близко рядом быть с ним. Это противоположно всему святому, царству Божию, там вечные узы и вечная тьма. Там, даже и там, наверное, трудно тем людям разобраться вокруг себя. Продолжение следует... Продолжение следует...